Добрый день, глубоко уважаемые члены Президиума, глубоко уважаемые коллеги. Я продолжу на такой же воодушевляющей ноте и представлю вашему вниманию наш клинический опыт успешной иммунотерапии метастатической меланомы кожи. Молодая пациентка, 39 лет. История заболевания началась в 2009 году, когда была выявлена, верифицирована меланома кожи лопаточной области, проведено хирургическое лечение, стадия установлена ПТ-3АН0 и М0. Данная стадия не является показанием для продолжения в дальнейшем адювантной терапии, поэтому пациентка в дальнейшем наблюдалась. В сентябре 2013 года на фоне беременности было выявлено прогрессирование, появление метастазов в левом акселяром нефатическом узле. К сожалению, по медицинским показаниям было выполнено прерывание беременности и в дальнейшем оперативное лечение по объеме акселярной мефоденектомии. Гистологически верифицирован метастаз без пигментной меланомы. Тогда же было выполнено молекулярно-генетическое исследование, мутация БРАФ не была выявлена. В дальнейшем пациентке проводилась иммунотерапия препаратом интерфероном Альфа, однако ввиду осложнений лечения, развития тириотоксикоза, лечение было остановлено, и пациентка наблюдалась. В ноябре 2014 года был выявлен очаг, единственный достаток меланомы в мягких тканях передней брюшной стенки. В нашем центре пациентке было предложено лечение иммунотерапии, аутологичной дендритно-клеточной вакцины. Алексей Викторович уже рассказывал об этом методе лечения. Через два месяца от начала лечения пациентке было выполнено оперативное лечение данного образования, и продолжено в дальнейшем уже как в условно-адъювантном режиме лечение вакцинотерапии. Суммарно выполнено 8 введений, однако в августе 2015 года было выявлено прогрессирование, появление множественных метастазов мелких в мягких тканях туловища, в мягких тканях области лица, паховой области, шеи. В нашем центре на тот момент была программа расширенного доступа к препарату Эпилимумаб. Пациентка подходила по критериям отбора в данную программу, и нами была начата терапия Эпилимумабом 3 мг на килограмм, интервал лечения 3 недели. После второго введения препарата пациентка предъявляла жалобы на лихорадку выше 39, выраженную тошноту, явление рвоты, сухой кашель, головной боли, головокружение. Патологии головного мозга выявлено не было, однако по данным эндокринологического обследования, которое проводилось перед каждым введением препарата, был выявлен гипертиреоз. Пациентка была проконсультирована эндокринологами нашему учреждению, назначена специфическая гормональная терапия, и отмечался клинический эффект в виде уменьшения лихорадки, тошноты, исчезновения головных болей и головокружения. По данным общего мнения нашего и наших коллег-эндокринологов, противопоказаний к дальнейшему продолжению лечения Эпилимумабом не было. Было выполнено третье введение препарата, однако после него отмечалось возобновление жалоб, симптомов, на усиление тошноты, головных болей, подъем температуры тела. Учитывая связь с лечением, нам была назначена терапия преднизолона, минимальная доза 30 мг в сутки, приорально, на фоне которого отмечалось уменьшение температуры тела. И вот на данном моменте мне бы хотелось провести интерактивное голосование и спросить у вас, уважаемые коллеги. На слайде представлены лечебные опции, которые нами рассматривались в тот момент. Какой вариант выбрали бы вы? Динамическое наблюдение с последующим решением при условии стабильного состояния пациентки возобновление терапии, или полное прекращение терапии Эпилимумабом, или выполнение контрольного обследования с целью выявления каких-то других причин, или лечения высокими дозами глюкокортика стероидов согласно алгоритмам лечения иммуно-посредственных нежелательных явлений. Спасибо. Я думаю, это окончательный вариант. Можно, пожалуйста, дальше презентацию. На самом деле мы выбрали совокупный вариант. Нас насторожила такая резкая манифестация симптомов, которые были не схожи с динамикой обычной проявления иммуно-посредственных нежелательных явлений. И учитывая это и стабильное состояние пациентки без дальнейшего усиления симптомов, мы решили ее дообследовать. То есть такая совокупность динамического наблюдения и контрольного обследования. И при дообследовании было выявлено на тот момент бурное прогрессирование. Это появление большого образования левого яичника без клинической симптоматики. Также отмечалось повышение уровня специфического маркера, уровня ЛДГ, повышение цирреактивного белка. Пациентка нами на тот момент рассматривалась на смену линии терапии. Мы обсуждали вопросы о проведении системной химиотерапии, учитывая темпы развития прогрессирования. Но случай распорядился иначе. У пациентки появилась клиника острых болей в животе. Она была госпитализирована в городской стационар, где проводилась симптоматическая обезболивающая терапия. Пациентка была стабилизирована. И решением консилиума в нашем учреждении мы приняли решение о попытке проведения комбинированного оперативного лечения одномоментно двусторонней однексикотомии с удалением образования и истечением множественных метастазов мягких тканей туловища. Операция была выполнена успешно. И в дальнейшем пациентка восстанавливалась после данного вида лечения. Однако через небольшой промежуток времени при первом контрольном обследовании и клинически это тоже отмечалось, отмечалось появление множественных метастазов меланомы в мягких тканях туловища, верхних конечностей. На тот момент по счастливому сечению обстоятельств в нашем центре было клиническое исследование препарата Талимоген Лагерпарепвек. Это препарат на основе инактивированного вируса простого герпеса, который вводится путем инъекции в метастатические очаги. Пациентке было выполнено 17 циклов терапии. На фоне терапии отмечалась разнонаправленная динамика в очагах. Некоторые очаги уменьшались, некоторые очаги увеличивались. Осложнения лечения были клинически незначимыми. Однако к ноябрю 2016 года отмечался продолженный рост существующих очагов и появились новые очаги. С научной целью мы определили экспрессию PD-L1. Маркеры заболевания были в норме. И вот на данный момент пациентка на фоне третьей линии лечебной иммунотерапии. Стабильное состояние, медленное прогрессирование. Какую бы лечебную тактику выбрали вы? Продолжение терапии, динамическое наблюдение, проведение системной химиотерапии или при возможности попытка терапии ингибиторами контрольных точек. Спасибо. Ну, на самом деле, в тот момент у нас было несколько опций. На тот момент у нас была открыта программа расширенного доступа к препарату Ниволумап. Также у пациентки осталась неисчерплена опция системной химиотерапии, которую она до этого не получала. И перед нами встал вопрос. Является ли данная пациентка тем идеальным кандидатом для проведения терапии ингибиторами контрольных точек, антипедиадин ингибиторами? На сегодняшний день ведется активный поиск предиктивных маркеров эффективности иммунотерапии. Рассматриваются разные варианты. Уровень ЛДГ, общее состояние пациента, стадия метастатического процесса, количество пораженных органов, предшествующая терапия, возраст, пол пациентов. На слайде представлена одна из работ, на которой исследователи выбрали ряд факторов. Это женский пол, возраст до 65 лет, предшествующая терапия пирюмабом, высокий уровень ЛДГ, наличие метастатического поражения печени. В зависимости от фактора присваивалось определенное количество баллов. И потом проводилась корреляция объективного ответа с суммарным количеством баллов. Я хочу акцентировать внимание на том, что данные исследования не являются толчком к активному действию, скорее к научному размышлению. Если бы мы проводили подобную тактику сопоставления баллов и предполагаемого объективного ответа у данной пациентки, у них был бы средний вариант, что никак нас бы не направило в нужную сторону. Но у нас также был свой опыт на примере программы порошевого доступа к пирюмабу, где, по нашим данным, количество проведенных ранней линий иммунотерапии оказывали достоверное влияние на общую выживаемость больных, получавших терапию пирюмабу. Да, это два разных препарата, но, тем не менее, мы этой идеей преследовались. И, учитывая медленное прогрессирование заболевания, удовлетворительное состояние пациентки, мы решили попробовать терапию антипедии-1-ингибитором. С декабря 2016 года пациентка получала терапию неволумабом в рамках программы расширенного доступа. Да, наблюдались осложнения лечения, опять наблюдался рецидив тиреотоксикоза, пациентка непрерывно наблюдалась эндокринологами, однако подобранная специфическая гормональная терапия заменяла эффект, качество жизни пациентки не страдало. Отмечались также артралгии первой степени. С февраля 2017 года отмечен частичный регресс в виде уменьшения объемов метастатических очагов в мягких тканях. На данный момент проведено 25 введений препарата. Осложнения лечения на данный момент отмечаются от артралгии первой степени. Также проводится дальнейшее титрование тозы гормональных препаратов. Контролируемая ситуация по эндокринопатии. И по данным контрольного обследования от сентября этого года отмечается уменьшение как количества, так и размеров метастазов подкожной клетчатки. И хотелось бы сделать заключение. У данной пациентки отмечается выраженный эффект лечения в качестве четвертой линии иммунотерапии метастатической меланомы кожи с продолжающимся уменьшением очагов. Лечение подобными препаратами и вообще лечение меланомы кожи невозможно на сегодняшний день без участия мультидисциплинарной команды, которая обязательно должна включать и эндокринологов, и гастроэнтерологов, специалистов эндоскопии, неврологов, офтальмологов, особенно когда появляются иммуно-посредственные желательные явления. Лечение меланомы кожи на сегодняшний день основано исключительно на индивидуализированном подходе. Каждый пациент требует при выборе его лечебной тактики оценку как его общего состояния, так и качеств опухолевой ткани, возможности учреждения в лечении данного пациента и, конечно, оценка качества жизни. На сегодняшний день это очень важный момент. Остается острая необходимость поиска достоверных прогностических и предиктивных факторов терапии иммуно-онкологическими препаратами. И, в частности, возможно даже создание алгоритмов из нескольких предиктивных факторов, моделей, по которым можно было бы рассчитывать модель идеального пациента для иммунотерапии. И последний вопрос. Возможно ли излечение пациента с метастатическими вариантами заболевания, которые еще 20 лет назад ничего кроме химиотерапии одним единственным препаратом, нельзя ничего было ему предложить другого. Возможно ли это у данной пациентки? Но я думаю, что мы в дальнейшем увидим. Спасибо за внимание. Спасибо, уважаемая Екатерина Михайловна. Есть ли вопросы в аудитории? Пожалуйста. 25 введений, да? Я не ошиблась у вас? 25. Всегда стоит перед нами вопрос о значении иммунотерапии. Когда остановиться? Потому что мы знаем об отсроченных нежелательных явлениях. Вот как вы считаете, как долго вы будете продолжать данным пациенту проведение иммунотерапии неволумаба? Мы думали над этим вопросом. На данный момент у пациентки продолжающийся эффект, то есть отмечается дальнейшее уменьшение очагов. Поэтому, конечно, останавливаться в терапии на данный момент, учитывая контролируемость нежелательных явлений, нет смысла. У нас есть пациенты, у которых был достигнут полный регресс терапии. И тут, конечно, во-первых, нужно подтверждение полного эффекта через 2-3 месяца контроля обследования. И потом, по данным многих исследований, стандартов на сегодняшний момент нет. В каких-то работах полгода, в каких-то работах год терапии после окончания, здесь стандартов нет. Здесь, скорее, возможности учреждения или пациента обеспечения данными препаратами. У данной пациентки пока еще останавливаться рано. После окончания чего вы сказали? После окончания полгода, год после окончания чего? После достижения полного эффекта, полного регресса. Мы достигли полного регресса. У нас сохраняющийся, продолжающийся, частичный регресс. Но мы заведомо знаем, просто мы в своей клинической практике сталкивались с иммунным гепатитом, с которым потом было очень тяжело справиться. Пациентка год получала лечение. Поэтому я спросила, как вы считаете, когда нужно остановиться? У вас нет, вот вы продолжаете лечение, но полного регресса вы не достигли. И, может быть, не это наша главная задача, достигнуть полного регресса. Контроль над заболеванием, над симптомами заболевания, наверное, это самое главное. Но мы всегда опасаемся на этих отдаленных осложнений. Вот у меня, как врача, который использует активное неволумап для немелкоклеточного рака, легкого рака почки, я всегда задумываюсь, когда же нужно остановиться, потому что я понимаю, что мы научились включать этот иммунный ответ, но, к сожалению, мы не умеем выключать, мы не знаем, когда же все-таки возникнут эти серьезные осложнения. У данной пациентки в тот момент, когда будет достигнута стабилизация без дальнейшего уменьшения очагов, конечно, мы будем рассматривать варианты и динамического наблюдения, и дальнейшего оперативного лечения, например, с целью полной циторедукции, возможно, и в целях научных изысканий, например, исследования материала на степень инфильтрации лимфоцитами. То есть тут могут быть различные варианты. Конечно, риск появления нежелательных явлений при продолжении длительной такой терапии, он всегда остается. Об этом надо помнить. Эти пациенты должны постоянно наблюдаться. И контроль, и эндокринологических показателей, и показатели крови, биохимических, клинических, должен быть постоянным. Это вопрос дискутабельный. Задам вопрос, Олисей Витальевич, как ведущему специалисту в этой области. Есть ли исследование о наличии прямой корреляции между длительностью применения иммуно-онкологических препаратов и выраженностью осложнений? Или, неважно, два месяца получил препарат пациент, или два года? Я позволю себе ответить на два сразу вопроса. И на Владимировне несколько прокомментировать. И вот Анна Игоревна вопрос. Во-первых, по поводу длительности терапии. По поводу длительности терапии мнения ученых разошлись в зависимости от того, что они лечат, меланома кожи или рак легкого. Потому что при меланоме кожи общее мнение людей, которые всем этим занимаются, на международных конференциях оно озвучивается, в кулуарах оно озвучивается уже более года. В реальных рекомендациях оно еще не трансформировалось. Оно звучит так, что если у пациента достигнут полный регресс, и пациент уже на момент достижения полного регресса получил полгода терапии эпилемумабом или пембролизумабом, можно остановиться, и это будет безопасно. Потому что пациенты, у которых по решению совместного пациента и врача без признаков нежелательных явлений, без признаков прогрессирования была остановка эффекта, они живут долго и, в общем-то, достаточно хорошо. Что касается нежелательных явлений, все-таки мы сейчас, когда назначаем иммунотерапию, мы до какой-то степени думаем вылечить пациента. Нежелательные явления контролируются довольно-таки неплохо, особенно, что касается ПД1 терапии. Для эпилемумаба, для АЦТ-ЛА4 терапии, это несколько более тяжелая категория больных, но и там мы достаточно неплохо умеем контролировать нежелательные явления, и мы знаем, как остановить. Помимо глюкокортикоидов, вот в нашей практике мы всего лишь два раза применяли инфлексимап или другие препараты. То есть это довольно-таки редкое событие, когда одних глюкокортикоидов при своевременном обращении недостаточно, потому что все наши события были при несвоевременном обращении пациента. Что касается рака легкого, то тут история немножко другая, потому что, задавшись таким же вопросом, доктора сделали клиническое исследование, и одних пациентов, и неволюмаб прекращался через год от начала терапии при отсутствии признаков прогрессирования процесса, а другие получали два года терапии. Те, которые получали два года терапии, имели лучшую выживаемость. Отсюда вопрос, можем мы прекращать или не можем мы прекращать, и когда прекращать, и почему при меланоме можно, а при немелкоклеточном раке легкого нежелательно. При меланоме единственная особенность такая, что, ну, скорее всего, пациентам, у которых стабилизация процесса, им надо несколько дольшее лечение. Возможно, тут имеет значение, ну, вот, не тетровать дозу, там, полгода и два года, полтора года и два года, это можно бесконечно тетровать. понять механизм, когда будет достигнута стабильность, это самоподдерживающееся состояние, когда можно будет остановиться. На сегодняшний день у конкретного пациента, кроме статистических каких-то критериев, что вот в этой группе у пациента все хорошо, мы не можем сказать. Надо сказать, что все исследования, которые были проведены с ПД1-ингибиторами, имели ограничение по длительности лечения, два года. Поэтому, по крайней мере, больше двух лет, я думаю, что не имеет большого смысла продолжать терапию, потому что те результаты, которые были достигнуты, были достигнуты именно с такими вот ограничениями. Еще раз, мы бесследований по меланоме внесли уже в большинство обновления, что можно прекращать, если достигнут полный регресс. Что касается нежелательных явлений, то риск возникновения максимален в начале терапии. И для ПД1-ингибиторов, потому что у них более длительное назначение, для ЦТЛ-4-ингибиторов, это, в принципе, тоже начало, но, возможно, они развиваются чуть позже, уже после окончания, но это уже реже. Тем не менее, этот риск есть, и мы не знаем, что будет, по сути, дальше. Но то, что этот риск не растет, это однозначно. Поэтому говорить, что из-за опасения дальнейшего развития нежелательных явлений надо прекращать терапию, это не тот аргумент, потому что после шести месяцев лечения, если пациент хорошо переносит, как правило, у него никаких особых проблем не будет. Спасибо большое. Алексей Викторович, а как Вы думаете, будут ли найдены такие иммунологические параметры пояснению иммунного садуства пациента, которые позволят нам решить, что достигнут напряженное состояние иммунитета, которое контролирует опухолевый процесс? Я думаю, что да, будут. Проблема в том, что иммунологических параметров слишком много. Нам сложно выделить какой-то специфический параметр, но тем не менее, чем больше мы их изучаем, тем больше у нас создается уверенность, что мы можем... Да, они важны для назначения просто иммунотерапии, должно быть определенное состояние иммунной системы. Скорее всего, есть 4 разных состояния, как минимум 4 разных состояния иммунной системы. По многим исследованиям оказывается, что примерно где-то на 4 группы все пациенты могут разбиваться. Это уже примерно в течение... Ну, на протяжении 10-15 лет в разных группах такое получается. То есть есть пациенты, у которых гиперактивная иммунная система, и она выращивает рак. И это совершенно другое направление терапии. Есть пациенты, у которых просто анергичная иммунная система, она не может просто запуститься, несмотря на то, как мы ее будем стимулировать. Есть пациенты, у которых, в общем, баланс где-то соблюдается, но по каким-то другим причинам иммунной системы позволяют, опухолевый рост допускает, или она немного подавлена. Это, наверное, оптимальные пациенты для иммунотерапии. Потому что для всех видов иммунотерапии есть группа пациентов, где иммунотерапия не помогает. Это, естественно, ухудшает результаты лечения. Поэтому поиск вот этой группы, я думаю, что он один из наиболее важных и наиболее значимых. И это как раз та группа, у которой, скорее всего, нужно применять комбинированные подходы и еще сделать что-то дополнительное, чтобы иммунотерапия позволила потом реализоваться этому длительному хорошему эффекту. И, в общем, такие направления при всех практически заболеваниях, локализациях ведутся. Но внимание уделяется сейчас двум оценкам иммунной системы. Да, в последнее время очень много и очень активно акцентируется внимание на тканевой составляющей, то есть что происходит конкретно в опухолевом очаге. Но не меньше внимания уделяется, на самом деле, периферической крови, потому что с точки зрения практического клиники все пациенты хотят сдать кровь не только на рак, но и на ответ. А биопсию делать никто не хочет повторно. Поэтому я думаю, что здесь еще будут исследования, тем более, что технологии иммунологической оценки параметров, они опережают клинику лет на 30. Если сейчас мы только говорим о содержании, например, как иммуноскор CD4, CD8 клеток крови, то когда выходят академики-иммунологи, они говорят, ну вы же понимаете, что существует примерно 19 субпопуляций Т-лимфоцитов. Поэтому вот оценка всех этих субпопуляций у нас впереди. Спасибо, Алексей. Хотела вас спросить. А вот мы говорим о том, что мы сейчас ищем продуктивный фактор эффективности иммунотерапии. А вот такой вопрос. Как вы считаете, возраст является каким-то… Понятно, что как клиницисты мы говорим для назначения химиотерапии, да, не всегда возраст является там икок и все остальные показатели, все их прекрасно знаем. Для назначения иммунотерапии, как вы считаете, есть какие-то грани возрастные назначения? Первое. На сегодняшний день этих грани нет. Второе. Иммунная система имеет нелинейную связь с возрастом, потому что если до где-то вот старшей возрастной группы, скажем, до пожилого возраста иммунные процессы развиваются в одном ключе, то после этого возраста они развиваются, начинают развиваться немного по-другому. Там идет естественное изменение некоторых иммунологических процессов. На сегодняшний день на клинике это не отражается. На то, что мы видим разную реакцию пациентов различного возраста на одни и те же иммунологические воздействия, просто там кинетика развития вот этих вот всех реакций другая. Это да, это нам только предстоит изучить, потому что, ну, это стало известно буквально в последние годы, что идет не ситуация линейного состояния, а просто в определенный момент, опять-таки этот момент связан не с паспортным возрастом, а с биологическим возрастом, начинается переключение иммунных процессов немножко в другое русло. Точно так же, как и в совсем раннем возрасте, да, иммунная система работает не совсем так, как у взрослого, а требуется, скорее всего, несколько лет для того, чтобы она заработала так, как мы привыкли. Спасибо. Алексей Михайлович, спасибо. Спасибо. А теперь здесь все. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok